мы семья буйняковых меня зовут игорь светлана добрыня остальные в школе переехали в деревню из города приехали короче лето провести в домике и остались хорошо что не ответили мы петухи я всегда противник деревни я не люблю деревню я не любила деревню из-за некомфорта в доме сделали комфорт в доме мы переехали сюда на летние каникулы с условием что мы в сентябре начинается школа и мы переезжаем после очень классно проведенного здесь лето нам не захотелось город и все и уже два с половиной года нам не хочется мы не ночи не ночевали в квартире в городе ни разу четыре дойных козы пять молодых коз козел баранов ну с овечками наверно 12 гусей 14 штук там но утки цесарки наши коровы это зорька там ласка с них мы делаем хорошее молоко сыр и творога мы делаем все для себя что у нас на излишки да мы продаем куртку час вы может новые тебе и риска и вам ко мне ну что ты красавица привет мы работали менеджерами на компаниях на разных образование юридическое и экономическое получилось так что купили лошадь ну и понеслось за интерес потом карету заказали с под тамбова лошадь покататься почему бы там не карету не приобрести катать людей за деньги какой-то как не крути доход мы за год прокатали наверно 13-15 свадеб вы думали что каждые выходные будем возле загса первое время мы на лошади прямо отсюда все пи бикаю сигналят там короче а молодцы и туалет карета есть но мы убрали 100 долларов им час допустим а нам 6 часов надо потратить помыть лошадь это своим ходом доехать это сколько часа полтора занимала да не торопясь ну коня чтобы не нахать а гаишники там у меня цитах было всего потом мы дом строили здесь недалеко возле солигорска продали дом этот мы купили в колхозе здесь дом на вырученные деньги купили здесь да я здесь выросла деревня мне нравилось все время с детства я вообще деревенский парень в город уезжал маленький у него рыдал бабушка рыдала я придал все рыдали и вот я хотел что так росли дети мы потиху 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 купили лошадь еще одну потом пони купили козы куры потихоньку то есть мы ездим почему не там поешь коня можно попоить козу с курицами когда мы купили себе первых двух козочек они должны были вот-вот катиться и я с младшим ребенком попала в больницу он заболел нас и коза начала к зоопарке гости на парке гости она катится рожает я один и часа катится а надо раздаивать все это делать игорь не я а игорь раздаю первую козу все это чувствовал что даю цицки даю молоко пошло никуда не денешь одна корова у нас была немало разродиться рожала стоя бабушка моя слава богу жива 84 года я баба бегом она с палкой на трех ногах короче сюда к нам со света я держу корову потому что корова нас была она ненавидела женщину видит женщину на и готова было убить да я ее держу спереди а эти там сзади колдуют короче хоп достали начали ездить как так нам гости это свои друзья друзья чтобы детей покатать вот на лошадке на поняшке потом стали прижать друзья друзей друзья друзей начали привозить кто-то уже копеечку оставить на те вот на корм животным когда мы переехали когда допустим не могли собрать сидишь даже деньги на корм и когда еще близкие люди чем вы занимаетесь вы бы что бы что-то бы чем там наш земля никого еще богатым не сделала а я хотел доказать что может сделать почему не может почему как-то миллиардера может и не станешь но жить достатке можно не главное деньги главное доброта наверное все таки чему городе не сядет одно кончило экономист мать и бухгалтер другое юрист почему не работать не прийти на звание легче и лежать захотели землю землю где землю животных надо покормить надо покормить а чуни кормить а чуни поить разве в них у голове розум есть не мишка да и что тяжко не мания кого отдыху день и ночь надо работать что молока принесут девять часов не но ну знаете когда мне еще бабушка держи большое хозяйство жди потери на днях умерла старый хорюк очень старый уже более 10 лет мы не живут 7 она была очень глубокая пенсионерка но это тоже очень неприятно это просто но животное да бывают здесь ну ничего где-то кролики это вообще не тут миксоматоз погукусит комар все эти прививки начинаешь бегать бывает корова что хапнула начинают ее пучить пушить или что-то ну вздувать и что начинаешь работать массивно заливаешь там заливаешь и масло то что вот чтобы все это сошло бегаем с ней по всему периметру деревни чтобы вышли грубо говоря газы это все очень сложно не дай бог потому что корову тоже можно из этого потерять потом мы когда уже дом доделали открыли здесь агроусадьбу и уже на территории агроусадьбы мы уже открыли контактный зоопарк там понеслось уже все не остановиться где брали уже как-то начали люди даже сами звонить может надо уже мы даже не особо искали нет ну как-то не искали много кого искали мы все покупали могли да они покупали морские свинки бывают морские свинки люди отдадут бывать красиво захотим купим а так в основном морские свинки люди надоели дети наиграются убирать лень всем в клеточке вот они уже нам отдают а так все животные покупные но как и верблюда нашли сургуте мы хотели не ламы хотели ламы света альпаку давай купим его блин а мы так на крочах ездили долго знать пока все эти стройки там дом для этого были хорошие машины по продавали все ездили на гольфе на втором там едешь окно отверткой подпорта там еще судим вообще где-то едешь через дырку сквозит это наконец теплее было мы насобирали на машину же ну поддержанную хорошую такую уже поездили там давай еще поездить продали да и добавили еще подсобирали купили верблю то есть но он и забыла идет наша заказали и доставка там две пересадки берубит нам приехал там неделю ехал короче на 3 моментами со всеми паспортами все как положено изначально было блин вообще верблюд это животное которое привыкает к человеку в хозяину к одному и когда меняется хозяин она всем своим вида показывать не трогай меня отойди не подходи близко она рычит она плюется она она очень сильно плюется чем более злой верблюд тем больше слюны иногда даже отрыгивает на вот простите и вот и прям плюет сколько раз мы у меня попало первый раз все горю я уже не пойду когда ты вот закрываешься убегаешь она понимает что я тебе сильнее и она это делает еще много раз она видит что боишься я на нам давай давай больше и больше и больше чтобы нужно не убегать нужно просто опускать голову оплевывай все она нам поставили шляпу эти с полями она перестает это делать да и вот мы три месяца все на к нам привыкла мы ее научили ложиться по команде она начала ложиться ну пока еще садится боялись накрывал куска сейчас могут кусит а потом рабочий у нас один есть он уже возрастной человек если ты куси то ничего страшного нового шутка ребята давайте я полезу я легкий да ну короче посадили его она только попрыгала все а потом меня посадили весом все она трохи хоп потом свету детей короче все ну свою близких родных все покатали гостей пока не катаем потому что у нее это ну не отточено на сто процентов поэтому мы не рискуем это все-таки животное мужчины дразнили бьется я говорю но если будет отразнить что будет плеваться а я хочу и начинает ее дразнить она долго не думая держи врачу вначале очки говорит ну сам виноват допросился до пяти метров метко стреляет не промажет когда тебя упадет только так попадает далеко и метко у нас иногда спрашивают вы наверно вообще не спите которые гости к нам приезжают и хоть как не спим спину на соте 4 утра я говорю нет мы все-таки люди такие которые держим животных для того чтобы лучше жилось на но не как это можно жить тратить свою жизнь чтобы лучше жили животные пол седьмого встаем это мы в будние дни выходные можно позволить чуть подольше поспать потому что детей довести в школу мы встаем моемся выезжаем в 7 20 везем в школу город приезжаем с города у нас дойка начинается двое коров где-то 8 20 8 30 начинается дойка утра мы не даем в 5 утра как бабушки до или раньше то есть это ну они раньше дали потому что и надо на работу идти то есть надо подоить приготовить детям кушать выгнать корову но это стереотип просто почему потому что раньше было общее стадо до того как они они надо подоить управиться накормить всех и уйти на работу поэтому все это делать очень рано часто да нет деревне 3 коровы весь них у нас поэтому дожьма только во сколько тебе удобно средний дует коз вот допустим когда летние каникулы либо какие-то осенние выходные у него дойка коз у нас три четыре козы дойные вот он дует какой-то бонусик копеечку за это он купил себе батут за свои деньги вот он насобирал например кто собирал купил батут молодец он купил попкорн жарит попкорна бизнес пошел детство прокат вот рубль батута ему корма лучше они все ему идет все просто мы уже поставили после веры покупки верблюда как вот это как раз у нас получилось такой момент мы зарегистрировали усадьбу и купили верблюда и мы уже сделали фиксированную цену на момент но больше не больше приход денег стал чуть чуть больше хотя бы уж стал хватать на корма потому что у нас на кармане хватало денег света еще было в декрете и мы детское пособие собирали чтоб купить сено потому что ну заготовить около ста чуков зерна 5 тонн надо минимум все равно расходы превышают не ну в данный момент уже нет нет уже мы уже нормально уже и живем за счет своего у нас же и мясо и молочная продукция вся не все все свое картошка мы сажаем все сажаем город свой поэтому не ощущаем что у нас нехватка чего-то единственное хлеб пока не печем сами еще не дошли мы до этого нам это нравится мы этим занимаемся знаете мы выходим сюда бывают нету гостей у нас когда мы даже не называем своих гостей клиентами и нам не клиенты и гости не здесь был день сами то есть сами отдыхаем душой это бывает на душе как-то пакостно пришел побалдел здесь а и и и и и и и